Всем привет! Меня зовут Илья Яшин, я глава муниципального округа Красносельский. В соответствии с законом руководители муниципалитетов ежегодно выступают с отчетом о проделанной работе. Настала моя очередь, но я не отношусь к этому как к обязанности. Отчитываю себя перед вами с удовольствием, потому что мне действительно есть о чем рассказать. В сентябре команда Солидарности победила на выборах Единую Россию, сформировала большинство в Совете депутатов Красносельского района. 7 октября, то есть полгода назад, я вступил в должность главы муниципалитет. Работу я начал с ликвидации привилегий чиновников. Моя предшественница из Единой России ежегодно тратила из бюджета почти миллион рублей на персональную машину с водителем. Меня это, честно говоря, возмутило. Столичные единороссы во главе с Собяниным прилагают большие усилия, чтобы пересадить москвичей на общественный транспорт. При этом сам мэр Москвы и его замы рассекают по городу в кортеже с мигалками. И, как выяснилось, их младшие товарищи в муниципалитетах тоже не стесняются тратить казенные деньги себе на автомобили. Но как это назвать, если не лицемерие? Поэтому первым же решением я отказался от выделенной мне машины, как от избыточной привилегии. Это позволило сэкономить для бюджета деньги, которые мы направили на проект «Социальное такси». На сайте госзакупки мы разместили заказ на аренду вместительного автомобиля, который будет абсолютно бесплатно перевозить маломобильных и нуждающихся граждан. Конкурс завершился буквально на днях, победила одна из транспортных компаний, с которой мы сейчас согласуем последние детали контракта. И уже в апреле «Социальное такси» в Красносельском районе начнет работу. Для меня это очень важный проект по двум причинам. Во-первых, «Социального такси» на муниципальном уровне никогда не было. Ну, просто никто раньше такого не делал. Если у нас все получится, уверен, этот пример возьмут на вооружение другие муниципалитеты. И тогда городская среда станет доступнее и комфортнее для москвичей с ограниченными возможностями. Во-вторых, я считаю, что наша инициатива – это выстраивание нового типа отношений между властью и обществом. До сих пор чиновники обкладывали себя привилегиями за счет граждан. А мы в Красносельском запускаем обратный процесс – отказываемся от привилегий в пользу жителей нашего города. Еще пару слов о привилегиях. В Москве сейчас действует закон, принятый по инициативе «Единой России», который гарантирует главам муниципалитетов единовременную выплату до 1 миллиона рублей в случае отставки. Ну, такой своего рода золотой парашют за счет городского бюджета. Это, конечно, возмутительно. Я понимаю, что такая норма закона выгодна в том числе и мне лично. Когда я покину свой пост, тоже смогу претендовать на выплату. Но возникает вопрос – а с какой стати? Почему москвичи должны так щедро кормить бюджетными деньгами отставных муниципальных руководителей? Я подготовил поправку в закон, который эту норму ликвидирует. Она официально внесена в Музгурдуму от нашего муниципалитета и ждет рассмотрения. Идем дальше. Важнейшим направлением моей работы является наведение порядка в коммунальном хозяйстве. Для качественных реформ у муниципальных депутатов, конечно, очень мало полномочий. Но, тем не менее, у нас получается добиваться практических результатов. Самое главное – нам удалось создать эффективный механизм контроля за ГБУ «Жилищник». Это позволило вскрыть массу нарушений в его работе, некоторые из которых носили просто криминальный характер. Одна из выпиющих историй – это захват аварийного дома на Русаковской улице, куда глава «Жилищника» заселил своих подчиненных работников учреждения. Люди жили там нелегально, без регистрации и в условиях, опасных для жизни. При этом свет, газ, тепло приходилось оплачивать жителям соседних домов. Все это вскрылось после инспекции, которую я организовал вместе с моими коллегами, депутатами из «Солидарности». В итоге аварийный дом расселили и опечатали, а работникам «Жилищника» предоставили нормальные комнаты в легальном общежитии. На работу «Жилищника» граждане жаловались постоянно. Например, одна из жительниц пришла ко мне на прием и рассказала, что за перенос счетчика и ремонт сушилки для полотенец мастер содрал с нее 20 тысяч рублей, в то время как реальная стоимость этих работ не превышает 10 тысяч. Мы помогли женщине написать заявление в полицию по статье «Мошенничество». В результате уже на следующий день начальник «Жилищника» лично пришел к ней домой и с извинениями вернул деньги. В итоге только за первые три месяца работы у меня накопилась пухлая папка с претензиями к руководству «Жилищника» и главе управы, которая все это покрывала. К началу 2018 года оба они были уволены. Проблемы на этом, к сожалению, не закончились. Пришла зима, выпали осадки и город парализовался снежными завалами. Дворников не хватало, «Жилищник» явно не справлялся и мы реагировали на жалобу людей. По нашим сигналам бригады дворников отправляли в разные точки района, где требовалась срочная расчистка снега. Это была непростая зима и система уборки города показала свою крайнюю неэффективность. Но мы прилагали большие усилия, чтобы хотя бы в ручном режиме повышать качество работы. Наши усилия, к слову, высоко оценил даже назначенный мэром Собянином новый глава управы Красносельского района. Однако плохие условия труда привели к тому, что дворники в нашем Красносельском районе едва не взбунтовались. Несколько десятков работяг пришли ко мне в муниципалитет с жалобами на начальство и низкие зарплаты. Мы стали разбираться в ситуации, убедили дворников отказаться от забастовки и вернуться к работе. Такая забастовка стала бы для района катастрофой, улицы просто утонули бы в снегу. Однако наше разбирательство по жалобам дворников скрыло целый коррупционный гадюшник в системе ЖКХ. Во-первых, стало понятно, что по всей Москве дворникам незаконно урезают зарплаты. По словам заместителя Собянина по коммунальному хозяйству Петра Бирюкова, на зарплату каждого дворника в Москве выделяется по 45 тысяч рублей. Мы стали проверять эту информацию и выяснилось, что в реальности дворники получают 25-30 тысяч рублей. То есть почти половина их зарплат оседает в чьих-то карманах. Я подготовил депутатский запрос и обращение в следственные органы. Пока идет разбирательство, но чиновники засуетились и дворников уже стали платить больше. Во-вторых, по нашему заявлению в полицию началась проверка районных жилищников по всей Москве. Удалось вскрыть мошенническую схему, по которой вместо реальных дворников на работу оформляли мертвые души и таким образом выкачивали деньги из бюджета. Это мошенничество нанесло Москве огромный ущерб в несколько десятков миллионов рублей. На сегодняшний день возбуждено уже более 20 уголовных дел. Я прекрасно понимаю, что это лишь верхушка айсберга. В Москве действует самая настоящая коммунальная мафия. И давайте говорить прямо, ее руководство сидит в правительстве Москвы. Мы в Красносельском районе, небольшой отряд депутатов, но мы последовательно противостоим этой мафии. Силы не равны, но мы дали им хороший бой и мы будем продолжать это сражение. Муниципальные депутаты это самые близкие к людям уровень власти. Во время выборов я обещал, что буду депутатом шаговой доступности, я держу свое слово. Каждую неделю я веду прием населения и оказываю юридическую и прочую поддержку жителям нашего района. Поскольку муниципальный бюджет очень маленький, у меня нет возможности нанять дополнительного юриста. Поэтому я привлек к работе в приемной юриста за свой счет. По закону каждый квартал мне выплачивается премия. Вот за счет этих средств я оплачиваю его работу. Это очень востребовано среди избирателей. Людей приходит много, у каждого своя проблема. Кому-то мы разъясняем нормы закона, кому-то помогаем депутатским запросам, кого-то защищаем в судах. С гордостью могу сказать, что моя общественная приемная стала эффективным инструментом защиты прав для жителей нашего района. Мне это, кстати, дает огромный практический опыт. И, что приятно, люди действительно ценят нашу помощь. За полгода у меня на личном приеме побывало более 130 жителей. За моей подписью было отправлено более 170 депутатских запросов и обращений. Работаем мы и по контролю ремонтных работ в жилых домах. Это одно из наших полномочий. Капитальный ремонт, ремонт фасадов и подъездов не может быть принят, пока на акте выполненных работ не появится подпись муниципального депутата. До последних выборов подрядчики чувствовали себя вполне комфортно. Депутаты из «Единой России», как правило, принимали выполненные работы у себя в кабинетах, просто подмахивая подписи на документах. Мы изменили подход. Приезжаем на объект вместе с жителями, лично осматриваем результаты работ, при необходимости привлекаем независимых экспертов. И итогом этого стало заметное повышение качества ремонта жилого фонда в нашем Красносельском районе. Ну и, наконец, еще одна инициатива, о которой я хочу рассказать. В Москве сегодня более 200 независимых депутатов. Многим не хватает опыта, на кого-то давят чиновники, и поэтому очень важно формировать горизонтальные связи и систему коммуникации. Для того, чтобы помогать друг другу в работе, мы провели большой конгресс независимых депутатов столицы. Одна из ключевых инициатив Конгресса – это разработка городского закона, который наделит муниципалитеты большими полномочиями и позволит местным депутатам более эффективно защищать права своих избирателей. На сегодняшний день в Москве сложился явный перекос в пользу исполнительной власти. Правительство забирает с себя основные полномочия, превращая муниципальный уровень в своего рода декорацию. Мы с этим не согласны и готовим реформу местного самоуправления. Уже в мае проект закона будет презентован, и мы рассчитываем на вашу поддержку. Итак, с вами был Илья Яшин. Я представил вам свой депутатский отчет. Для меня большая честь служить своему городу и приносить пользу избирателям. Спасибо вам за доверие. Не забывайте ставить лайки, распространять это видео в социальных сетях и, конечно, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!